вот я поставил блесной думал сейчас троллингом половлю тут не тут-то был за что-то жестко зацепился вот рукавка он замочил чтобы залезть посмотрите 1 стоит проколовка за них вторая тут целых гирлянда они знают где раки зимуют и вообще живут круглый год браконьерство настоящее проклятие для волжской флоры и фауны рассказывают местные рыбаки и в то время пока рынок обогащается ассортиментом вкусных членистоногих а теневой рынок оценивается в десятки миллионов рублей сама популяция волжского санитара стремится к исчезновению вот и коренной рак рака давай выпускать рака можно выпускать вот килограмм по 20 в каждом садке да рак если не больше численность рака сокращена в разы куда не засунься да вот везде вот эти китайские роколовки за вы заставлены ими все разрешенный правилами рыболовства к изъятию рак по моему от 12 сантиметров длиной да а продают по 5 сантиметров детей то есть ничего святого вообще нет елки-палки он только родился он еще ни разу не от не рестился его уже на рынок волокон да это не раки а тараканы да чё вот пригоршню беру вот пригоршню не меряй все тараканы бесконтрольный улов волжского рака на фоне высокого спроса продолжается до двух тысяч многозаходных ловушек извлекает со дна инспекторы рыбоохраны удается отпустить на волю более 25 тысяч особей но сколько их уходит на прилавки подсчитать трудно браконьеров манит быстрая нажива ведь репутация региона как раковой столицы привлекает все новых и новых покупателей в индустрию только в минувшем году суд рассмотрел более тысячи административных дел из сотни уголовных материалов все они связаны с незаконной добычей водно-биологических ресурсов ежедневно государственные инспекторы рыбоохраны органы полиции на воде как изымают незаконно орудие лова так соответственно задерживают граждан которые занимаются таким промыслом очень большой размах рынка очень большой браконьерский пресс на эти биоресурсы раки автомобили с такой вывеской по-прежнему можно встретить вдоль всей волжской линии на выездах и въездах в крупные населенные пункты 63 региона если в магазинах и рынках продукция проходит сертификацию ветнодзорной службы то здесь все конечно же проще мы можем только констатировать факт того что эта продукция без документов а то что это реализовывается местах не сонервной торговли здесь непосредственно уже идет и обсеменение различными микроорганизмами мы не знаем в каких условиях эта продукция хранилась эта скоропортищаяся продукция на дорогах это подвергается выхлопными газами поэтому это все опасно конечно в самарской области решили усилить борьбу с браконьерством депутаты регионального парламента утвердили поправки к закону который препятствует незаконной торговли рыбой и раками штрафы для нарушителей предлагают существенно повысить для физических лиц вместо трех тысяч четыре с половиной тысячи для юридических вместо 45 тысяч сто тысяч рублей кроме того самарские общественники планируют выйти с инициативой ужесточения наказания на уровне федерального законодательства совсем недавно у нас с вами на полках черные крата и осетр волжский самарский была не проблема сейчас эта проблема большая хотим мы этого чтобы сейчас у нас там еще пропали какие-то видеры я думаю что этого делать нельзя и с этой точки зрения мы поддержали общественную комиссию и пошли по пути ужесточения штрафы выше проверки на рынках и в магазинах строже такие требования по мнению депутатов помогут сделать индустрию прозрачнее увереннее себя почувствуют так называемые честные рыбохозяйства и торговцы но что скажут сами продавцы и роколовы я считаю мера конечно же эффективное это нужно контролировать сплошь и рядом можно было видеть раки раки продают их и зачастую очень много и ловят хищническими способами мне много раз удавалось находить целые мешки с выброшенными раками заброшенные роколовки он поднимет цену на раков и все как торговали так и будут торговать что такие деньги его посчитайте доход какой сколько этих точек сколько машин по области у нас стоят нам удалось записать и мнение роколова по понятным причинам он скрывает свое лицо имя по просьбе спикера тоже изменено ну вообще-то раки продаются в многих магазинах и они добыты не совсем легальным способом многих волнует то что в наших водоемах раков мало или там не останется я так скажу в водоемах раки будут все будет хорошо все будет вкусно на сложившуюся ситуацию с отловом и торговли и раками в регионе смотрят по-разному и самарцы одни проблемы и вовсе не видят жалко нет они для этого и для того чтобы кушать пивом я вот подробностей не вдавался как я пошел купил да и все сам я не ловлю но есть и те кто поддерживает инициативу властей ладно бы они даст сеточка 1 поймали маленькая если ну как бы для своих нужд а чтобы на этом наживаться и заниматься проконеченством я конечно против и что будут штрафовать я только за значит уже какие-то есть подвижки в этом вопросе я считаю что это правильно кстати очень дорогие ведь раки да чтобы их купить это далеко пенсионерам например это не по карманах цены на раков действительно в последнее время выросли отмечают эксперты и по их словам после ужесточения закона они могут подскочить еще сейчас в интернете который активно используют в качестве канала сбыта браконьеры на маркетплейсах стоимость килограмма волжских челенистоногих колеблется от 300 до 900 рублей лицензированных магазинах цена доходит до двух с половиной тысяч за килом это ценник на крупных самок с икрой прайс на раков традиционно снижается в июле после нерестового периода когда рыбалку официально разрешат